Сегодня у меня было свидание с Андреем. Познакомились мы очень необычно. Саша устроил нам еще на этапе знакомства очень быстрое свидание, спид-дейтинг. Когда Андрей пришел, он был такой галантный, мужественный, с букетами цветов для каждой девушки. Спокойно говорил, рассказывал, что хочет серьезных отношений, что он работает в серьезной компании. Про свое хобби. И за три минуты он мне понравился. Тогда я его пригласила на свидание. И вот, наконец-то, дождалась это свидание. Встретились мы в торговом центре. Андрей сказал, что сегодня мы проведем день, участвуя в конкурсе. Конкурс на идеальную пару. С нами участвовало еще несколько ребят. Я не любительница конкурсов каких-то. Я не люблю публичность. Я не люблю даже, когда люди на меня просто обращают внимание. Я очень такой скромный, иногда закрытый человек. Не люблю, чтобы на меня многие смотрели. Не люблю откровения. И поэтому само уже участие в конкурсе для меня был какой-то шаг, который я переступила через себя. Во-первых, я понимала, что это торговый центр. Это час, пик, обед. Все люди сбегаются, очень много. Ты стоишь практически на сцене. Все на тебя смотрят. Кто-то фотографирует, кто-то проходит, просто останавливаются. Каждая личность тебя оценивает, кто ты, как ты выглядишь. И мне было очень некомфортно и тяжело переступить через себя, чтобы расслабиться. Но я видела, что с Андреем что-то не так. И изначально недовольное лицо. Изначально он вообще со мной не общался, ничего у меня не спрашивал. То есть я себя почувствовала какой-то мамочкой заботливой, которая... Андрюша, а что случилось? Я не выспался. Андрюш, ну не переживай, завтра выспишься. А почему ты недовольна? А что не так? А почему ты нервничаешь? Что тебе не нравится? В течение всего дня я с Андрюшей носилась, как с разбитым яйцом. Я его поддерживала, как могла. Им объясняла, что все мальчики на равных условиях. У кого-то тоже на свидании что-то не получалось. У кого-то получалось. Каждый по-разному раскрывался. На протяжении всего дня я пыталась его поддержать максимально. Был этап конкурса, когда мы друг другу подбирали одежду. Андрей полностью не угадал с обувью. Она была на два размера меньше той обуви, которую я привыкла носить. И, конечно же, я вышла босиком. Я стояла босиком. Был холодный пол. Андрею даже не пришло в голову предложить свои макосины мне. Пока ведущий у него не спросил. Парень, ты не считаешь, что твоя девушка может простудиться? Он не додумался помочь мне обуться, чтобы я не стояла на холодном полу. Он абсолютно не заботился. Он абсолютно не думал обо мне. Он думал только о том, что, ой, рубашечка мне немного жмет. Пуговичка там не сходится. Ой, я не так как-то выгляжу. Плохо, некрасиво. Не знаю, неудачно стал. Полностью был зациклен на себе. Был этап, когда парни должны были своих девушек держать на руках максимальное количество времени. Андрей, который весит меня в три раза больше, чем я, который рассказывает, что в зале он поднимает 120 килограммов, не смог продержать двух минут девушку на руках, потому что ему там платье скользило или еще что-то было неудобно. Я ни разу не психанула. Я ему ничего не сказала. Я на него не обиделась. Я его только поддерживала и говорила, ничего страшного. Если да, тебе тяжело было меня держать на руках, ничего, что ты меня отпустил. Это нормально. Не переживай, не переживай. Все хорошо. Был один этап конкурса, очень тяжелый для меня. Безумно тяжелый. Нам необходимо было друг другу подобрать нижнее белье. Я воспитывалась в такой семье, где в первую очередь ценится само воспитание, скромность, много вещей, которые мне свойственны. Я по жизни этим руководствуюсь. Сегодня ради Андрея, только чтобы он не нервничал, не переживал, для того, чтобы его поддержать, потому что он мне понравился изначально при первой нашей встрече, мне пришлось выйти в нижнем белье, встать посреди торгового центра, и при этом, чтобы он себя чувствовал комфортнее, улыбаться, стараться не стесняться, хотя это было очень тяжело. Я надеялась, что он ко мне подойдет, вот так просто меня обнимет, загородит своим телом, скажет, не волнуйся, там ничего не видно, все хорошо, у тебя хорошая фигура, это то же самое, что ты стоишь в купальнике, что он мне хотя бы как-то меня в этом поддержит. Потому что, когда я выбирала ему нижнее белье, я подумала о нем, и не выбрала ему что-то открытое, откровенное. Я ему выбрала широкие шорты, максимум закрытые, чтобы ему было удобно и комфортно. Оказалось, что Андрей этого только и ждал, потому что, как только он надел шорты, он их закатал максимально, стал как Аполлон, ручки в сторону сложил и любовался сам собой. Я была просто в шоке. Я была в таком шоке, я себя сдерживала, я не хотела ему ничего высказывать при огромном количестве людей, при других ребятах, которые участвовали. Мне хотелось его как-то взбодрить, заинтересовать и переключить его внимание на себя. Да. Вот.